Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет очень необычный ролик. Он будет посвящен охоте. Итак, давайте смотреть на косвенные факторы, которые говорят нам о том, что на нашей лодке завелся кто-то, кто там жить не должен. У нас начал течь танк пресной воды. И я посмотрел там трещина, но оказывается это не трещина. Вот у нас так работает билдж, то есть он сливает то, что туда накопилось. Некоторое время назад, среди ночи, я слышал какой-то скрежет, которого тоже на лодке быть не должно. Что же это такое? Ну и сегодня мы обнаружили, что нашими продуктами кто-то пользуется. Итак, полезли-ка мы сегодня за картошкой. И смотрим, у нас на картошке вот такие вот дела. Если вы посмотрите туда внимательно, то видно прямо, как работали эти гнусные зубки. Также у нас был погрызан лук. Ну и вот наш сахарный пакетик. Вот увидите, здесь есть вот эта вот дырка. Итак, подтверждение, что это? Говно! Мердератон! Да, почему-то он решил на нашей ложке посрать. Ну, он не решил. Он пытается просто найти еду, Дина. Ну, что ты такое говоришь? Капец! Я теперь туда в ящик это все буду складывать. Итак, у нас вот такая вот ловушка за, между прочим, 9,95. Так как мы ей будем пользоваться первый раз, работает она следующим образом. Этот мелкий мердератон хочет есть. Здесь мы ему открываем дверцу. И вот эту палочку ставим сюда. Дверцу открываем. Палочку двигаем сюда. Здесь вот есть маленькое колечко. Вот оно так держится. И внутри вот эта педалька, она открыта. У нас с этой стороны дверца открыта. С этой стороны она будет закрыта. Я ее открыл просто для того, чтобы вы видели. На вот эту вот педальку мы кладем какую-то вкусняху. Идет сюда, через открытую дверь. Здесь лежит какая-то вкусняшка. Кстати, здесь будет лежать либо картошка, сказали нам. Но у нас есть арахисовое масло. Он такой идет, 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 идет. И так вот нажимает своей вот этой лапкой сюда. И получается вот так. Чпуньк! Все! И чтобы он оттуда не выбежал, эта дверца больше не открывается. Потому что сюда вниз упала вот эта скоба. Ну что, маленький говнюк? Мы готовы с тобой разбираться. Так, вот у нас здесь на педали лежит несколько кусочков картошки. И вкусняха, арахисовое масло. Это все заведено. Вот, подготовлено. Ловушка готова. Ну что, давай, попадайся гад. Мы пробовали кормить ее и капусточкой, и всякими вкусными штуками. Короче, вот это все не работает. Полная фигня. Она туда даже не заходит. Срет нагло вокруг, блин, какашками. И сюда даже не заходит. Короче, мы сейчас съездили к китайцам в магазин, купили вот такую штуку. То есть, короче, это работает так. Это наклейки. На них что-нибудь там, какие-то зернышка, риса складываются. Они туда прилипают. Мы хотели, конечно, мышь не убивать, а вот ее отпустить. Но, скорее всего, придется ее вклеить. А потом, как вы сами понимаете. Но ее надо изловить, потому что она нам всю лодку уничтожит. Так. Эту штуку мы открываем. Правильно же, да? Смотри, тут хоть слон, хоть мышь сказано. Ой, вельма стики, да? Открывай просто. Вот так? Да. Маус глутрап. Ух ты. Гуан Донг Дахау. Да, наверное, да? Что надо класть? Ну, я думаю, что вот сюда. Да, наверное. Хлеб с маслом. Давай просто хлеб. Давай хлеб с маслом. Давай просто хлеб, а вдруг масло не пойдет. Есть прекрасный кусочек. Туда один, и на ту второй. И сюда давай? Давай один с маслом, один без масла. Посмотрим, на какой поймалось. Главное, основной теперь в холодильник убрать, чтобы он ее не отвлекал. Подсолнечного. Так, и кладем ее вот туда. Вот туда. Да, давно мы туда ничего не складывали. Так, эту штуку мы уберем. А ты можешь прям в нее положить, нет? Чтобы ей было прерыв. Как бы она тут... Мне кажется, лучше ее просто туда спрятать. И закрыть. Хорошо. Я бы таких еще парочек купила. Я думаю, что этого нам достаточно. Что, закрываем, да? Да, закрываем. Там она лежит. Не видно, наверное. Ловись, мышка, большая и маленькая. Картошку ее погрызанную я убираю. Покажи, что здесь. Ну, это вот из... Очередная. Короче, это ужасное животное. Я надеюсь, завтра мы его такие зловим. Да, но вот, кстати, всю дорогу она предпочитала картошки. Даже когда я уже думала, что нет. Может положить картошку сюда. Прямо посередине. И что? Будет идти... И хлеб по картошкам? Ну да. На что? Хотя, нет, подожди. Давай мы... Давай пока хлеб поднимем. Давай картошку в холодильник. Мы ее потом... Если не поймается, будем использовать завтра. Нам же ее надо как-то заманить. Как можно скорее. Потому что нам сегодня Джим подтвердил, что серьезно опасения насчет танка. Про ватертанк. Это, скорее всего, это тварь. Он сказал точно мышь вообще. И вот это, конечно, не очень хорошо. Потому что если она на пластике... Ужасно, ужасно. Пластик есть. То может быть всякое. Короче, надеемся ее поймать. Так, вот наступило утро. Внимание, внимание. Блин. Никто не поймался. Что ж за мерзость-то такая, а? Итак, сегодня мы купили две еще вот таких наклейки. Но это еще не все. Еще мы купили кусочки сала. Сейчас мы его пожарим. Он будет пахнуть как и хорошо. И мы положим вот это сало туда, в ловушке. И расставим их еще по всей лодке. Это ужасная тварь. Вообще не ловится. Так, вот мы полезли под паелы. И у нас здесь была земля для того, чтобы Дина сажала цветочки. И вот смотрите, видите, какую гадость эта штука сделала. Но это как раз уже что-то. Мы видим, где она есть. Сейчас сюда пойдет наша липучка. Потому что на липучку... Здесь вот в паелу пролезла через вот этот проход. Ну, в общем, теперь мы знаем точно, кто это. Так, сюда вот мы поставили одну ловушку. Здесь. И сейчас я поставлю еще одну ловушку. Здесь. И все. Итак, внимание. Достаю сегодня я ловушку. Смотрите, видите вот это все? Это следы. То есть, вот это вот, это просто конкретно мышиные следы. И вот он даже есть. Сейчас я попробую вам ракурс. Это реально мышиная лапка. Но самый цинизм. Это другое. Смотрите. Сбоку обгрызанный край. То есть, она смотрит на меня, смотрит мне в лицо, жрет ее и ржет. Потому что понимает, что я ничем ее не выловлю. Зараза, но я сейчас поставлю еще одну. Может, она в него как-то влипнет посильнее. Это просто издевательство какое-то. Итак, все ловушки не работают. Мы уже поняли, что это тупик. Поэтому мы переходим к плану B. Яд. Не маши, не маши. Короче. Это смертельный яд для мышей. Мы его смешали с рисом. Написано, что им это все нравится. Это вкусно. Все, хватит мешать уже. Но на самом деле, я не знаю, как в этой ситуации быть. Если она сдохнет где-нибудь далеко. Ну, хорошо, климат жаркий. Она быстро смумифицируется. Но это вообще жесть. То есть, она не вылавливается. Да, только срет кругом. Мы сегодня открыли пайолы, а там ужас. Она нашла наш сухой паек. И его чуть-чуть погрызла. И сгрызла фильтр для опреснителя. Да. Тварь, ну, погрызла сверху. Мы его еще сможем использовать. Короче, вот эта штука сейчас пойдет под пайол. Я пожелаю ей приятного аппетита. Гори в аду, животное. Ну, все, хватит трусить. Все. Итак, смотрим. Из вот этой вот тарелочки у нас съели весь рис. Вот этот вот порошок, это вот как раз яд. Но я думаю, что все равно она его там прихавала. Так, теперь давайте смотрим вторую ловушку. Так, а вот эта вот ловушка, из нее скушали все. Ну, как вы понимаете, здесь у нее вот норка. Она в этой земле живет и копается. Поэтому мы здесь решили до того, как она изловится, ничего не убирать. Короче, из этой ловушки съедено все. И у нас еще есть третья. Так, это у нас вот здесь вот этот шкафчик. Вернее, не шкафчик, а полка. Так, ладно. А вот эта вот ловушка, на ней даже следа нет. То есть она сюда не заходила. А обычно они все истоптаны. Короче, я думаю, что она сегодня сюда просто не дошла. Какой у нас текущий статус? Открываем. Здесь бздит мышами очень сильно. Итак, вот у нас в этой тарелочке яд. Мы поменяли мыши дилера. И тем не менее, этот яд, она его ест и ничего с ней не происходит. Это какой-то мутантский монстр. Но сейчас мы переходим на следующий уровень. Мы берем мышеловки-убийцы и будем пробовать ими пользоваться. Итак. Так. Ужасно. Итак, у нас есть вот такая вот мышеловка. У нас их три штуки. Мы на нее кладем вкусную еду, киви. То есть вот эта вот кивятина, она здесь будет находиться. Она ее ест, она уже у нас ее жрала. Итак, вот это вот все будет подготовлено. Положено сюда, там, где она приходит к дилеру за покупками нового яда. И вот это очень аккуратно надо сюда, куда-нибудь за... Туда, где она сможет с полной... Вот здесь, вот тут. Мне кажется, это так оно и должно быть. Мне кажется, там больше высота нужно. Нет, я думаю, здесь прямо идеально. Ты уверен? Да, да. Здесь у нас был ранее разложен яд. Вот. Яд не съеден. Я думаю, что она сдохла. Хотя вот игру нашу настольную чуть-чуть прогрызла. Но есть шанс, что все-таки ей все. Хана. Я думаю, что надо это все убрать сейчас. Ну, я сейчас буду убирать. Ну, отлично. У нас продолжается охота на нашу мышеньку. У нас есть несъеденная еда здесь, несъеденная еда там. И есть несъеденный яд. Есть подозрение, что она умерла, потому что в лодке появился такое легкое омбре. Но мы ожидаем его прямо, если не найдем. Но очень хотелось бы, чтобы она таки сдохла. Тут стоит такой обздох, и видно, что здесь она сдохла, эта мышенька. Но этого еще мало. Смотрите, здесь вот летают, блин, большие зеленые мухи. И куда-то они хотят попасть в середину. Но пахнет тут, конечно, бодренько. Сейчас надо разобрать все. Ммм. Ммм. Есть подозрение, что у нас сдохло где-то, где вонючий бак. Вот где-то за ним. Где-то вот, скорее всего, вот там. Ну что, друзья, давайте сейчас подведем итоги. Как вы поняли, мышь на лодке – это реально беда. И сейчас современные мыши стали такие умные, что на уже базовые приманки, которые работали раньше, они уже не появляются. Поэтому, если мы говорим об эволюции животных, она действительно есть. И это нам подтвердили даже уже несколько человек здесь. То, что работало 5 лет назад, сейчас уже совершенно не работает. То есть, эти твари также развиваются, как и люди вместе со своей цивилизацией. В ролике вы видели, на самом деле, только основные моменты. Мы снимали намного больше. И для того, чтобы убить мышеньку, нам понадобилось 30 дней. То есть, ровно месяц мы занимались тем, что мы пытались изловить и уничтожить эту мышь. Как вы понимаете, убивать мышь у нас желания не было никакого. Даже не по причине гуманности, сколько по причине того, что эта мышь после того, как умрет где-то внутри, будет вонять очень долго. И очень ядовито. И на самом деле, так оно и произошло. Так как мы ее изловить нормальным способом не смогли, она умерла от яда. И, к сожалению, ничего с этим сделать было нельзя. Я вам скажу больше, что трупик мыши мы так и не нашли. И он был где-то в лодке до того момента, пока при высокой температуре он мумифицировался и перестал пахнуть. На самом деле, это заняло всего три дня, но один день пришлось поспать в кокпите, потому что это было просто ужасно. Лодка воняла просто как ад. Мухи сразу, как вы понимаете, эти все зеленые, прекрасные. И все с этим всем в комплекте было. Но мы через это уже прошли. Ужасная история. Теперь давайте посмотрим, как же этого можно избежать. В основном мыши или крысы на лодку попадают с пирсов и забегают на лодку по веревкам. Поэтому есть такие приспособления, такие большие колечки, такие диски пластиковые, которые вешаются на швартовые и животные по ним не забегают. Если таких нету, то есть берется вот так вот швартовый, берется бутылка. У меня маленькая, сейчас просто большой, нету под руками. Вот так надевается. Вот эта часть идет к пирсу, а вот эта сделана таким образом, чтобы мышь сюда не могла залезть. Понятное дело, что большие крысы через это все будут перепрыгивать. Даже если это будет сделано из большой такой бутылки, берите на вооружение. Но мы говорим с вами о том, что ваша лодка будет находиться достаточно долго. То есть, скорее всего, за ночь к вам эти твари могут напрыгать только в регионах, которые, ну, на самом деле, не самые защищенные от паразитов, их не травят. И они живут себе вальяжно, как, собственно, вот здесь, где мы находимся. Ну что, друзья, с еще одной сложностью мы поборолись, мы ее побороли. Как вы видите, яхтинг это совсем не о том, как рисуют в буклетах. Иногда приходится смотреть врагу прямо в глаза и его... Так вот, на этом наш выпуск подошел к концу. Друзья, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, пишем комментарии. Если у вас есть большой опыт борьбы с грызунами, можете написать, что мы делали неправильно. Для меня же это было первое знакомство, и мы пытались к этому прийти какими-то опытными путями самостоятельно. Поэтому рекомендации, если будут какие-то вот вообще рекомендации, что мы не делали или что мы делали, неправильно развернутый комментарий, я его закреплю под этим видео, чтобы была наука другим, которые будут смотреть этот видос. Все, друзья, до встречи в следующем выпуске. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова